Всем привет, я Макс Осабин. Я принес для вас новый формат, где я буду показывать как делать какие-то интересные вещи в фотошопе на разных уровнях сложности, от новичка до профессионала. Да, вы угадали, это компромисс контент как для тех, кто в фотошопе не первый день, так и для полных новичков. Кстати, на канале у нас тоже много новеньких и я наконец достиг отметки в 100 тысяч подписчиков. А вдвойне приятно от того, что помог мне в этом успех видео без каких-либо хайповых тем, и я думал на ютубе это невозможно. Спасибо вам, ребята. Если данный формат вы встретите позитивно и видео наберет хотя бы треть охвата от предыдущего, это очень замотивирует меня выпускать видео регулярнее. Так что ваш лайк и подписка будут очень кстати. Поехали. Сегодня мы добавим искры в нашу работу, и если вы совсем не знаете с чего начать, подсказываю. Вам нужно где-то взять картинку искр. Например, за скриншотив прямо эти. Теперь открываем нужную фотографию или проект, куда вы хотите их добавить, вставляем, ставим режим screen, экран, сжимаем control и перетаскиваем искры на нужное место. При необходимости можно воспользоваться свободным трансформированием, чтобы изменить их до нужного размера. Ну, готово. Кажется, вы догадываетесь, почему я не делал видео только для начального уровня. Ладно, повысим сложность. Если вы все-таки хотите проявить уважение к вашей работе, можно быть чуть ответственнее и самостоятельно найти исходник с искрами покачественнее. Забьем в Google поиск искры или, как говорим мы в Англии, sparks, и выберем что-нибудь здесь. Не все, что мы находим в Google, можно использовать в своих работах. Давайте запомним это и будем уважать права других авторов. Они ведь такие же люди, как мы с вами. А поэтому либо мы выбираем в Google только свободные лицензии, либо используем фотостоки, бесплатные или платные, в зависимости от вашего желания и возможностей. Скачиваем то, что подходит под проект лучше и закидываем в Photoshop. Мне нужен только этот кусок. Копирую его и заодно готовлю папку с подложкой для моего любимого градиентного метода. Вот такое топорное наложение выглядит не очень. Поэтому я вырезаю отдельные куски искр, чтобы расположить их под стать сцене. Теперь до конца запакую все под карту градиента. Про этот метод я подробно рассказывал в отдельном видео про магию, советую глянуть. Делаю я все это, чтобы при частичном затирании искр они не приобретали грязный желтый оттенок, а затухали в соответствии с настроенным градиентом. Также это помогает при ручной дорисовке искр или засветов от них. И этот результат уже получше. Окей, а что если искр со стоков не очень подходит к проекту по направлению, длине, глубине резкости и так далее? Сгенерируем частицы сами. В принципе, для этого есть много инструментов. Например, в After Effects, Fusion или почти любом 3D софте. Я же сделаю это в блендере. Он бесплатный и к тому же легкий. Качаем любую версию здесь, устанавливаем, запускаем и он готов к работе. Удаляем куб и добавляем сферу, чтобы из ее полигонов частицы равномернее спускались во все стороны. Уменьшаем, хотя это не важно. А чтобы сделать из сферы источник частиц, выбираем вкладку настроек системы частиц и добавляем новую. Нажимаем пробел, чтобы запустить анимацию и убедиться, что все работает нормально. Убавим влияние гравитации, чтобы они не падали просто вниз. Пинг-понговый дождь мы сделаем как-нибудь в следующий раз, а сейчас нужны искры. Поэтому в вкладке рендер настраиваем, как будут выглядеть частицы при рендере. Я беру режим, в котором можно превратить частицы в любой объект. Этим объектом тоже сделаем сферу, но попроще, чтобы не загружать систему лишними полигонами. Выбираем его в нужном окне. Отлично. Теперь настроим материал частиц. Вот в этой вкладке создаем новый материал. В данном случае нас интересует только цвет и сила свечения. Для приятного просмотра во вкладке viewport display можно задать цвет, которым они будут отображаться во viewport. Также можно выключить ненужное затенение и обводку здесь. Все это не влияет на итоговый рендер, только на работу во viewport. В настройках эмиттера выключаем его отображение как в рендере, так и во viewport. Он нам тут не нужен. Чтобы настроить поведение частиц более тонко, нам желательно отслеживать, как примерно они будут выглядеть при рендере. Для этого включим рендеринг во viewport и настроим все как надо. В рендердвижке выберем физически корректный cycles и рендеринг через видеокарту. Вот это вкладка для настроек окружения. Нам нужно просто поставить черный фон. Финальный рендеринг всегда происходит через активную камеру. Вот она у нас тут. А активация этой кнопки позволяет смотреть через камеру. А чтобы управлять ей как обычным просмотром во viewport нужно поставить вот эту галочку. Выбрав камеру мы можем настроить и ее идеально под наш проект. У меня достаточно широкоугольный арт и я выставляю меньшее фокусное расстояние. Но что гораздо важнее глубина резкости. Вот она родная. Здесь настраиваем расстояние до точки фокусировки. А вот здесь увеличиваем диафрагму и силу размытия путем уменьшения вот этого параметра. Немного уменьшаю размер частиц. Как видите размытые частички слишком шумные. Это потому что в настройках для viewport у нас выставлено слишком низкое число проходов рендера. В принципе частички рендерятся легко. Можно значительно повысить качество не сильно потеряв быстрое действие. Давайте для чуть меньшей однородности добавим в размере частиц немного рандомности. А теперь пробежимся по другим настройкам с которыми вы можете играться чтобы получить нужный вам результат. Это количество частиц испускаемых в определенный промежуток времени. Это интервал кадров в котором происходит испускание частиц. Начало можно поставить в минус если вы делаете анимацию и хотите пропустить начало. Длительность жизни частиц в кадрах и ее рандомность. Скорость полета. Рандомность скорости. Она важна чтобы они не летали слишком равномерно. В принципе это все самое основное что вам нужно. Вопрос почему же они все еще не похожи на искры. Есть один нюанс. Нам нужен motion blur и включаем мы его в общих настройках рендера. Вот тут. И ничего. Да к сожалению он не отображается во вьюпорте и нам понадобятся тестовые рендеры. Так что выставим качество получше а разрешение пока что пониже. Рендерим. Отлично. Мне для моей задумки нужно направить искры больше куда-то вверх. Для этого у нас есть силы влияющие на частицы и другие физические симуляции. Я добавляю например ветер направленный вверх и турбулентность для большей хаотичности. Но вы можете попробовать и другие. Задаем силу для этих сил. Слава богу в английских субтитрах не будет этой тавтологии. И теперь это уже выглядит как искры. Дальше я просто много-много кручу все те же настройки смысл которых только что объяснил. Просто без хаотичного перебора сложно быстро добиться такого вида частиц который мне нужен. И вы обязательно тоже поиграйте с настройками на свой вкус. Это увлекательно. Максимальное внимание обращайте на скорости направления частиц и силу размытия камеры. Результаты как видите сильно зависят от этого. Кстати давайте когда видео наберет 3000 лайков я выложу для вас эти примеры в высоком разрешении. Может быть пригодятся вам в работе. Итак я добился нужного у меня вида. Но единственное что мне не нравится равномерность цвета. Поэтому давайте чуть углубимся в настройки материала. Потяните за уголок чтобы создать дополнительно окно для удобства и поставим в него редактор шейдеров. Если разобраться в нодовой системе здесь можно творить невероятное. Но пока нам хватит и вероятного. Просто сделаем так чтобы цвет частиц заменялся в зависимости от их положения в пространстве. Для этого достаточно ноды texture coordinate отвечающие за координирование и color ramp чтобы настроить диапазон вариаций цветов. Да карты градиента я достану тебя везде. Все. Теперь я настраиваю разрешение побольше. Делаю несколько рендеров разных кадров и закидываю их в проект. А тут все то же самое что мы делали со стоковыми фотками. Расставляю их как надо, пихаю под градиент, что-то затираю, что-то дорисовываю и так далее. Ну и для большей реалистичности давайте достанем из карманов старые добрые кривые. Настроим под теплый свет и нарисуем аккуратные засветы от искр. И готово. Вот такой результат у меня получился. Надеюсь и у вас получится результат идеальный для вашего проекта. Спасибо если досмотрели видео до конца. Пишите понравился ли вам новый формат и о каких фишах или эффектах можно рассказать в рамках этого формата. И спасибо всем моим патронам за невероятную поддержку. Для них кстати на патреоне доступно видео с почти полным созданием этого фан-арта с доктором осьминогом и psd файл от него же. До встречи!